Я Семен, зовут меня Семен, имя Юра. Мне очень приятно быть с вами, такая атмосфера. И я, наверное, закончу то, что сегодня начал свой опыт. Я чуть-чуть напомню вам, я был в колонии, да, и Господь меня избавил от пожизненного заключения. Я вернулся в колонию, я сам от себя ожидал, что я как бы стану тем, что я Богу сказал, я Богу пообещал, Боже, если ты меня выведешь, да, с этой ситуацией, я буду славить тебя, я буду говорить всем о тебе, что ты есть в жизни каждого человека. Независимо от положения человека, независимо от количества грехов, независимо от тяжести грехов. Потому что в мире бытует такая вот информация, искажение Божьего характера, что есть грехи, которые, да, прощаются, есть грехи, которые не прощаются. На самом деле Господь прощает все грехи, и я это осознал и понял, и Богу пообещал, что если Он меня выведет, я буду жив, я буду рассказывать обо всем, ну, обо всем, что со мной произошло, и то, что Бог есть всем. Я приехал в колонию, ну, и там начал цеплять на себя ордена, медали, Бога вообще забыл, что это я красавчик, что это я устоял в этих всех обстоятельствах, и тем самым я считал, что я завоевывал себе авторитет определенный. Меня там все начали уважать еще больше, еще сильнее, к моим словам начали прислушиваться ко мне, даже администрация начала относиться, как будто, знаете, смертник, который вернулся живым. Как будто вот в фильмах видели, да, смертники, когда там включают вот эти вот механизмы все, и после этого ты выжил. Как бы, ну, если выживешь после этой процедуры, то все, ты как бы свободен. Ко мне так относились, как-то это мне очень стило. Ну, я приехал, я просто сотворил что-то вообще невероятное. Какой пример бы привести, что я сотворил? Ну, расскажу вам, колония вообще не предусматривала того, что я сделал. Это было сродни к какому-то тяжкому преступлению. Это было вообще не вписывалось в мозги никого. Даже моих, ну, таких же преступников, таких же, с таким криминальным мышлением этих людей, они не ожидали от меня, что такое будет. Я приехал и столкнулся с тем, что вот буквально месяц назад я как бы сталкивался. Меня обвиняли в том, чего я не делал. Но мало того, что меня обвиняли, обвиняли моих ребят, моих молодых ребят, которых я был авторитетом, которых я покровительствовал. Их сажали, ну, знаете, в чем проблема была? Может, это не место, но я расскажу, как есть, да, вот. Там очень тяжело, в плане это правильно, но наркотик – это запрет. Вот. И если находят у тебя его там или знают, что ты в этом всем участвовал, то тебя наказывают. Вот. И... А это вообще считается благое дело – затянуть там конопли, там, плана, и покурить, и дать кого-то накурить там. Там, это вообще, это, это верх, ну, это ты красавчик, это ты суперчел, тебя уважуха, там, респект. Вот. И ребята это дело сделали в условиях, где даже по губам, если прочитают, кто-то прочитает. Потому что такие обстоятельства были, что доносили. Знаете, как в сталинские времена, может, кто-то читал, доносили друг на друга, просто чтобы заработать какую-то себе выгоду. Если у тебя по губам прочитали, что ты там за наркотик говоришь, там, или там о деньгах наличных, это строжайший запрет, это просто, это сродни какому-то преступлению тяжкому в колонии. Вот. И моих ребят обвинили в том, что они затянули этот наркотик, поделились там, и что я тоже это делал, курил. И мне сказали, начали как бы расследование, задавать мне вот эти вопросы. И меня так это достало, меня так это, ну, просто меня выбило. Я тут только что от этого уходил. Меня там обвиняли в убийстве. Вы меня обвиняете в том, вообще, чего я не делал. Я вам говорю, я в этом не участвовал. Ну, меня никто не слушал. Типа, ну, хорошо, хорошо, поедешь на подвал. Но, и для меня это было вообще просто кошмаром. Ехать на подвал за что? Нужно хоть за что-то поехать. И у нас там был представитель администрации. Это, знаете, как мытари, да? Вот. Как израильтяне, да, там, евреи относились к мытарям. Да, у нас тоже, это стандартная схема вообще, да? Да, у немцев там были полицаи, да, из нашей среды, да? Вот, у, ну, не, полицаи, эсэсовцы это были. А то полицаи, как бы, наши украинцы, которые шли на работу к оккупантам, да? Вот были и там, у нас там такие были. И был архи такой, его просто не нужно было никого из администрации, он делал все за администрацию. То есть это осужденный, который вел себя хуже, чем администрация, по отношению к таким же, как он. У него там свой кабинет был на отряде. И он это все, вот, это он все подстроил. Потому что в такой способ он зарабатывает себе, ну, поощрение, медали, и это ему сулит досрочным освобождением. Знаете, вот, сотрудничество с администрацией, если полицаем суди сулило это хорошим положением, да, там, еда, там и все остальное, то здесь это тоже, как бы, перспектива на досрочное освобождение. Это очень важно. Никто не хочет сидеть, понимаете, весь срок, поскорее бы оттуда, да. Вот, и тут включается Семен, тот Семен, который есть, который был тогда, очень жесткий. Я пошел и хотел с этим человеком вообще поговорить, но получилось так, что я его очень жестоко избил. Он еще и прыгнул на меня с ножом. Это было тет-ет-ет, как раз я выловил момент, что все ушли на ужин. Барак был пустой, потому что ужин это святое, покушать всем хочется. Людей не было, и я тет-ет-ет с ним, вот, в его кабинете там, очень жестоко над ним поиздевался. Он потом в итоге сошел с ума, его там лечили. Это очень плохо и прискорбно. И меня посадили на подвал. Казалось бы, да, если Бог посмотрел на меня за такой поступок. Как он, как вы думаете, это хороший поступок? Бог прощает? Я только что каялся, я только что ему доверялся. И приехал такой, он очудил. Слава Богу, что этот человек выжил. Я вообще, я был, ну, это была такая прострация для меня в голове. Я вообще авторитетом стал абсолютным. Я сделал то, чего боялись люди делать, там, авторитетные люди. Я сделал вообще, ну, не вкладывающийся в разум. Пришла администрация, они просто стояли и смотрели на меня. И, как ты такое мог сделать? Это ж вообще... Хотя его не любили даже со стороны, там, половина администрации этого человека ненавидели. Потому что он сдавал всех. Ну, там же ж коррупция. И сдавал коррупционеров, ну. Меня сажают на подвал. Сажают в одиночку. Я на подвалах очень много был. Раз, по 15 суток. И я был злостным нарушителем. Меня сажали там, для таких, как я, злостных нарушителей, особые подвалы. Они самые холодные. Подвал, чтобы вы понимали, холод такой, как на улице, только ветра нет сейчас. Нет, даже как днем было. Вот помните, как днем было? Ну, такой сырой этот, вот, только ветра нет. И ты вмарливаешь такой пижаме. И, ну, вот, ты входишь в таком одеянии. Ты движешься постоянно. Ты не можешь остановиться, потому что ты замерзаешь. Отбой. Тебе дают... Отстегивается так кроватка на цепях. Называется нара, помните, да? Вот. И ты ложишься там в 10 часов отбой, в 6 часов подъем. И там просто такая вот... Ну, такого плана, только матрас. Там, я не знаю, на нем спали там. И, может, чей-то туалет был. Но тут уже не важно. Тебе хочется поспать. И ты закутываешься в этот матрас. Лишь бы поспать. И утром у тебя это все забирают. Ты опять ходишь в этой марлевой одежде, в этом холоде. Вот. Меня не посадили в этот эксклюзив. В эти три камеры холодные. Мне что-то посадили в одиночку. Но только камера была потеплее. Я был просто в шоке. Я не думал, что там так тепло, хорошо, там комфортно. Еще один момент был. Я никогда не курил на подвале. Это для меня было таким открытием, когда я, действительно, мне не дали возможности там курить. Я 15 суток просидел без сигарет. И я понял, как чудесно работает трезвый разум, который не затуманен сигаретами. На 14-й день у меня разум как будто пелену снимали с разума, как будто дым этот рассеялся. Я решал очень много вопросов. Очень много вопросов, которые у меня сложились за период. С кем-то конфликт, с администрацией какие-то недоразумения. Это все как, знаете, как вирус был, антивирусник ты запустил, все, вирус убрали и все, программы начали работать четко, да, вот не глючат, ничего не тормозят. Вот точно так же разум работает. Вот я вот это, принцип этот для меня был, а тут я почему-то приехал и закурил. Курить на подвале нельзя, это нарушение, это запрет. Мы возили туда сигареты в очень неприятных местах, ну, короче, это уже не стуть важно. Вот, ну, возили, это же такая штука, что нужно. Ну, маразм, конечно, вы смеетесь с этого, а для нас это было средство выживания, там, как без сигареты. И я почему-то вот закурил, и меня там спалили за этим делом, потому что был ответственным человек, который не курил, ну, милиционер, который там по коридору ходит, он не курил, и он унюхал вот этот запах. Очень просто, я потом покажу, это мастер-классы. Я могу борщ приготовить на кипятильнике, я вам сегодня говорил, можно поджечь, ну, поджечь можно, ну, не сигарету, да, поджечь там бумагу, если надо, вот. Да. Вот, и чтобы меня избавить от сигарет, нужно просто меня пересадить в другую камеру. А помните, что я Богу пообещал? Я Богу пообещал, что буду рассказывать о Нем всем всегда. Меня говорят, все, выходи. Я вышел с камеры, меня пересаживают вот именно вот этот материк холодный в первую камеру. Я захожу, и там сидит уже парень, он уже просидел там пять суток, у него тоже пятнадцать суток. Я захожу, он знает меня, что я, ну, там невозможно не знать друг друга, даже если ты сидишь на другом бараке там, это невозможно, ты знаешь. И он такой раз, знает меня, как такого безбашенного авторитета, но он видел, что я ходил в церковь. Я не знаю, он реально мне задал вопрос, я был в шоке. И зашел он, там, Саша, там, да-да-да, за что ты сидишь, за что тебя закрыли? Он там рассказывал, что какую-то глупость делал. Для меня это вообще было там унизительно, за такие глупости ездить на подвал. Ну, ладно. И он мне задает вопрос. Говорит, слушай, Сём. Говорит, а что ты ходишь к адвентистам? Что ты ходишь в эту церковь? В чем фишка вообще, в чем? Друзья, я просто был в шоке. Я потом уже анализировал, я просто сейчас в шоке от Бога. Мы часто даем Богу обещания, знаете как? Смотрим на себя, анализируем. Так. Если я у Бога что-то прошу, то, в принципе, я же должен как бы и со своей стороны что-то делать. Да, это мы сегодня в субботнем классе тоже размышляли. Это ветхозаветная такая тенденция, она бытует сейчас в мире и в церквях. Это я должен Богу что-то тоже пообещать. И со своей стороны тоже что-то должен делать. Но что я могу пообещать? Я это могу сделать? Вот это пообещаю, потому что я же могу это сделать. А вот это? Нет, тут не буду обещать, потому что я этого сделать не могу. Скажите, я пообещал Богу, что буду рассказывать о Нем всегда и всю свою жизнь. Это соответствует моему образу жизни? Я могу это сделать? Кто из вас может это делать всю жизнь? Кому встретиться, рассказать о Боге, что Он есть, сущий, что Он участвует в жизни каждого человека? Можете поднять руку? Не поднимайте. Я скажу за себя. На тот момент я, наверное, все-таки обещал, потому что у меня шансов не было. Но я пообещал ему что-то такое. Помните, как я принимал крещение? Смотрите, Бог видел мое сердце. Бог знал, какие у меня мотивы. И тем не менее, Он допустил время, в которое я заключил с Ним завет. И я Богу пообещал для себя невозможное. Но что делает Бог? Бог через человека мне задает вопрос. А что ты ходишь к адвентистам? В чем фишка? Я не рассказывал об адвентистах. Я 10 суток рассказывал о Боге. Все время было заполнено тем, что я рассказывал о Боге. Я рассказал свой опыт. Первый человек, это Саша был, Пархоминг, которому я рассказал опыт, через который я прошел. И рассказал его честно. Как было. Как меня унижали, как меня били, как мне было страшно, как я сходил с ума, как у меня обрывалось сердце. Я это рассказывал с радостью. Я прославлял Бога. Мы начали там молиться. Он когда, подошло время его освобождения, ну, поднятия на барак. Я сидел на третьем локале. Он сидел на втором локале. Чтобы переехать с локала на локал, это очень-очень-очень проблемное дело. И нужно решать, ну, очень авторитетным людям. Локал, это там, где общежитие. Это двор такой, забор обнесенный. Там стоит общежитие. На этом общежитии ты живешь. Там трехэтажное общежитие. Там три отряда. И это общежитие ты не можешь покинуть, да, и перейти на другое общежитие. Там в гости даже пойти. Это нарушение. И тебя, ну, накажут. А чтобы переехать просто, вот, да, ты жил там, куда тебя определила администрация. А тут я говорю, я не хочу тут жить. Но тебя никто не будет слушать. Ты будешь там, где тебе сказала администрация. То есть, чтобы переехать переезд, нужно решать. И Саня знал, что я могу решить. Саня знал, что, ну, это не подвластно. И он говорит, Сем, что нужно сделать, чтобы я поехал сидеть с тобой на барак? Вы знаете, я не сказал, что окей, Сань. Все, он поднимется, папочка поднимется и все решит. Знаете, я не сказал. Хотя так подмывало, я помню, сказать, ну, обрати внимание на мой авторитет. Я сказал, Саша, давай молиться. Господь все усмотрит. Я говорю, церковь, независимо от бараков, мы можем там встречаться в субботу. Приходи в субботу на многослужение. Я тебя приглашаю. Я буду там, я буду там и буду рассказывать о Боге. И с того времени вот это вот произошло, мое крещение такое, знаете, вот. Я реально понял, кто я, чем я должен заниматься и с кем я должен быть. Вот это то, что для человека невозможно. Вы знаете, я тогда четко понял, что сказал Иисус Христос. «Без меня не можете делать ничего». Я был с Богом, Бог был со мной. Я Ему доверился. Сегодня я тот же, который был там. Были у меня такие падения, и это уже отдельная история. Но факт тот, что Бог помогает нам выполнить те обещания, которые Ему дали. Не мы. Мы на это не способны. Но если мы доверились Богу, Он выполнит любое наше обещание, которое мы сделали, чтобы прославить имя Его. Это факт. О последнем времени у меня тоже есть опыт. Вы знаете, я прочитал в Библии. У меня был принцип «почему суббота?». Вот мне почему-то я не соглашался с суббота. Да, вот другие там конфессии говорят, ну действительно, каждый день можно славить Бога. Ну какая разница, да, вот нет суббота, там суббота. И я читал Писание. Помните, я рассказывал, что чтобы своего друга поставить на место, я читал и выбирал там Писание. Ну ничего не нашел относительно воскресенья. И вы знаете, я читаю о Малахии, а там написано «испытайте меня десятины», да? Ну какая десятина у бомжа? Ну где я могу, да? Вот мама привозит мне еду, и я что? Чем я десятину в церковь принесу? Ну нереально. Но там самое ключевое было «испытайте меня». Я в молитве говорю «Боже, окей». Ты говоришь «испытайте меня», я тебя хочу испытать субботой. Если это твой день, я хочу увидеть, потому что я его не принимаю твоим днем. Я хочу увидеть, это твой день. Если это твой день, как-то мне мои книги, как-то мне, ну покажи, что это твой день. Но я со своей стороны, я буду делать так, как написано. Закат, солнце, я все, я не буду делать ничего, что написано, да, вот в Писании. Не делай в этот день. Ну знаете, да? Я все, я принял это решение. Друзья, я был в шоке. Я думал, это самый проклятый день недели вообще. И эта суббота для меня стала каким-то, ну, просто каким-то проклятием. Понедельник чудный день, воскресенье супер день. Вторник колоссальный, среда просто благословения. Четверг что-то начинает мутнеть. Пятница. Кипа каких-то работ, кипа каких-то проблем. И у меня проблемы, чтобы вы понимали. Порядочности, понимаете? Стоял вопрос порядочности. Олежа, не против ты будешь? Ну ты же авторитет. Вот мой друг авторитет пошел и поиграл в нарды, да? Поиграл на звезды. Не на сумму, которая у него есть, не на штаны, не на футболку, а на звезды. Я тебе отдам. То есть на 300 гривен, которых у него нет, ну я тебе верну. Верну в субботу. Это он там играл. Он же не знает моих вопросов с Богом. Пятницу приходит, мне говорит, все. А я завтра на служение иду. Я поставил, ну, я с Богом вот так вот. Я больше буду выполнять, а ты мне покажи субботу. И все, я начинаю вариться, думаю, зачем? Ну мне же нужно остаться. У меня там качели. У меня там, я начинаю расспрашивать, как он проиграл, как его подвели к тому, чтобы, ну, это все нюансы, да? Вы уживаю, что его обманули, что это так непорядочно. А мне нужно остаться и пойти завтра утром довести это, что это непорядочно и эта сумма переносится. Что это либо отыгрывается, либо, ну, замена какая-то. То есть нужно было идти решать моим авторитетом. Если ты в зоне проиграл, не рассчитался, ты, называется фуфло. Это очень плохое. Тут ты с авторитета, вот ты авторитет, ты можешь сразу стать никем. Фуфлом. Это такое фуло. Фуло. А? Милое, да. Ну там не очень оно, милое. Вот. И Олежке побили бы очень здорово голову, если бы он не рассчитался. Ну, естественно, и меня побили бы. Потому что Олежка общается со мной, а мы одно целое. И тут и каждую субботу, вот представьте, и на следующую субботу еще, там уже вопрос моей ответственности, моей порядочности. Как-то так получалось, что вот именно мне нужно в субботу оставаться, оставаться и решать вопросы. Если я не пойду, на меня будет косо смотреть. Олежа меня просто скажет, слушай, какой ты близкий. Ты и я попал, ну, по большому счету, вопал вот такую. Ну, это моя честь. Меня могут обесчестить. У тебя есть ключ. И только ты можешь решить. Ты отворачиваешься и идешь. Вы можете себе представить, с чем я боролся? И при всем при этом я иду, я чуть ли не кричу, но я переступаю двери этой клетки и иду на богослужение. На богослужение сижу вот так вот, просто сижу и... Фух, Семенович, да подвязываюсь же, хватит. Я все понял в твоей проповеди. Я уже побежал, мне надо реально идти. Потом думаю, стоп, даже если уже проповедь закончится. Но я же не должен этого делать. Написано, не делай ничего. Я не хочу идти на барак. Как не идти на барак? И вот это у меня... Сейчас пойду на барак, будут предъявы. Это вообще, ну просто, зачем в этом всем участвовать? Меня просто вырубало, просто. Я вам говорю, я на таких нервах был. Думаю, зачем я этот завет заключил с Богом? Зачем? А у меня такое чувство, ну нужно же. Ты же хочешь узнать в субботу? Ну. Это ж только вторая суббота. Ну еще две. И я вот это... Прихожу, и я не замечал, как все решалось. Я приходил, переносилось вопрос с Олегом на воскресенье. Разруливалось все. Олег же шел, выигрывал, ну там, по нулям. В воскресенье, но только в воскресенье. А я себе накручивал, что это в субботу, что я поступил непорядочно по отношению к Олегу. И все такое. И это продолжалось три субботы. На третью субботу, знаете, я просто начал роптать. Я уже начал просто психовать. Я начал Богу так и говорить. Боже, зачем этот день нужен? Ну не мой этот день. Ну ты видишь, ну это просто... Это ошибка. Ну, по крайней мере, для меня это не мой день. Давай воскресенье все-таки так останется. Я буду поклоняться тебе в воскресенье. Но в субботу буду ходить на могослужение. Но я не буду говорить о субботе, как о дне поклонения. Это просто. Я просто был поражен. Опять пятница, опять какой-то кипиш. Опять мне нужно в этом участвовать. А я сижу вообще, просто взял Библию, читаю. И потом, чтобы от этого отрешиться, пошел и гуляю по улице. Уже все, никого там никто не гуляет. Я просто один гуляю, меня никто не цепляет. И Бог начинает со мной говорить. Что ты нервничаешь? Я в смысле? Я не нервничать? Я подвожу людей. Это меня, но ты видишь, что меня это достает. Я не могу этим справляться. Ну может, как-то постепенно как-то. Ну не должно так быть. Ну как, было все нормально? Я сейчас сказал тебе, что я буду сидеть в субботу, и ты мне насыпаешь вот этих проблем? Ты меня испытываешь? Кого? Меня? Я, ну морковку, ты меня испытываешь? Ну я же, ну, я размазня, как можно меня испытывать? Я не верующий, я еще не стал на вот эти вот, ну знаешь, чтобы там... Боже, как ты так можешь поступать? Ну это не здорово, Боже! Он говорит, ты думаешь, это я делаю? И он мне задал вопрос, от которого я был, конечно, поставлен на место. Бог мне задал такой вопрос. Говорит, слушай, кому ты служил все это время? Кому я служил? Верой и правдой. Я был служителем сатаны. Я был проповедником наркотика. Я был прислугой у него. Я выполнял все его забаганки. Выполнял все его... Ну все! Все выполнял у него. Я был на побегушках. Это называется шнырь. Я был у него таким. И Бог мне говорит. И ты думаешь... Ты сказал, все, я веру в Бога. И сатана такой... Да, Сема, классный ты был пацан у меня. Ладно, тули к своему Богу. Ладно, что, все? Ну что, все? Как вы думаете, так? Вообще не так. Он будет делать все возможное, чтобы меня не допустить. Он будет все делать, чтобы меня тормознуть. И чтобы я был тем, кем я есть. И я сказал, Господи, я с тобой. Я не хочу быть прислугой. Я хочу быть твоим сыном. А твой сын не служил сатане. Я выбираю тебя. Друзья, это был переломный момент. Бог изливает до сих пор на меня такие благословения. Бог изменил закон Украины для того, чтобы я мог жениться со своей женой. Это очень романтическая история. Суббота, это для меня, знаете, это печать. На самом деле, она так и есть, эта печать. Суббота, это не просто, знаете, день поклонения. Я когда прочитал, что сделала Мария, когда ее сын висел на кресте, ее сын, и она в этот день не пошла его за ним. Хотя ее можно было оправдать. Скажите, маму можно было оправдать? Маму можно оправдать? Если бы она в субботу пошла и миром сама намазала Иисуса Христа, сына своего. Но если мать этого не сделала, она осталась в покое. Пошла в первый день недели. Мне это все, это была точка. Я понял, что суббота, это святой день. И позже жажда быть с нами. И этот день, он желает быть с нами в наших сердцах. Наполнит нас смыслом, надеждой, чтобы мы выдержали предстоящую неделю. Потому что мы живем в мире, в котором нет справедливости. В мире, в котором царствует кто? Грех. Поэтому суббота, это такой, как говорят в народе, оберег. Это наше откровение веры. Это наше, знаете, посвящение. Я выбираю субботу, Боже, я выбираю Тебя. Я это понял. И с тех пор я проповедник субботы. Проповедник живого Бога. Еще такой опыт. Нас выкупили администрации. По субботе. Да, про досрочные. Я сейчас за субботу скажу. Каждый из нас, адвентисты, как евреи. Как евреи, благословляемы Богом. Все им завидуют. Все говорят, ой, это еврей. Да? Да? Ну, согласны все с этим. Вот Бог благословляет не евреев. Ну, на самом деле, да, когда ты приходишь к Богу, принимаешься за Христа, ты становишься евреем. Духовным евреем. Знаете, и Бог нас всех, каждого у нас община была, каждого из преступников благословил. Мы работали в очень теплых местах. Личные кабинеты. У нас тепло там. У нас, ну, мы привилегированы такие вот. Мы в субботу не работаем. Все идут на работу, а мы не работаем. Шесть дней работали. Шесть дней. Один день, выходной, воскресенье. Адвентисты не работают с пятницы. Потому что вторая смена, это уже все, закат солнца. Представляете, сколько выходных у адвентистов. Друзья, у нас на тот момент насчитывалось в общине больше 70 человек. Только по причине того, что там процентов, ну, не знаю, 80, приходили по проценту, они выхватили эту тему, что ничего себе. Я во вторую смену, я не иду на работу. Вторая смена в пятницу, все, я адвентист, ребята. Я, все, заход солнца. И все знали, эту тему знали, выкупили. И начальник колонии как-то, ну, сидел и стоп. А сколько людей остает? Чего? И там же, да это ж адвентисты. Стопэ адвентисты. Все. Никаких суббот. Никаких суббот. Все на работу. В воскресенье, выходной. Собирайтесь. Молитесь. И все остальное. Мы в шоке. Мы просто в шоке. Все вот костяк, нас там 7 человек было или 8, я не помню. Мы просто в шоке. Как? Как? Нет. У него надрывалось просто сердце. Он просто бешеная собака какая-то. Просто. У него, чтобы не поорать, ну, не было такого. Он орал на всех, на представителей администрации. Он чмырил всех. Идти к нему и разговаривать о субботе. Мы с братами. Я говорю, ребят, надо что-то делать. Надо идти говорить. Кто пойдет? Не, 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 не. Ну что? Ну, в воскресенье пойдем. Пусть Семенович идет. Он со свободы. Пусть Семенович идет. Ребята, говорю, если мы не пойдем, Семенович не сидит здесь. Здесь мы сидим. Это наша ответственность. Давайте молиться. Мы помолились. Семенович это пастор, который проповедник, который приходил со свободы. Это пастор общины тогда вышли. И мы идем. После молитвы мы идем к начальнику колонии. Я говорю, Рим Николай Владимирович, мы согласны с тем, что мы должны работать. Но мы верующие люди. И у нас есть что терять. Мы знаем, что Господь отделил этот день. Мы в это искренне верим. Господь нас меняет. Вы знаете это. У нас есть семьи, ради которых мы с Богом, потому что мы желаем спасения всем нашим родным. Но день субботний, святой день. Мы можем и мы согласны работать в воскресенье. Когда выходной. Вы дайте нам работу, мы пойдем в воскресенье отрабатывать. Другого дня не будет. Либо сажайте нас. Он такой посмотрел на нас. Окей. Обрисовываю вам картинку. Чтобы в субботу вывести осужденного на работу, это нужно кого-то, кто выходной, с представителями администрации, выдернуть его с его законного выходного, в воскресенье на работу, чтобы он был надзирателем, когда адвентисты будут работать. А чтобы это сделать, ему нужно было в управление ставить в известность, что в это, ну, потому что это меры безопасности, потому что на производстве там очень много вот этих ударно-режущих предметов, да? И там нужно за этот контроль и контроль. Он говорит, окей. Все. Я вас услышал в воскресенье на работу. Мы аминь. Мы выходим на работу. Мы же думали, что мы пойдем по своим рабочим местам, в свои теплые гнездышки. Нам дали работу, козырную работу. Молотки, куча кирпичей и камней таких гранитных. И нам нужно было эти камни измельчить в такой гравий, такой щебень, чтобы можно было делать с них шлакоблоки. Нам дали молотки, холод, тогда была зима, снег. Мы пришли, и пришел мастер участка. Он потерял руки. Он знал, потому что это тенденция осужденных, что там они натрусили, нарассказывали разного всякого начальнику. В воскресенье они выйдут на работу, даже выйдут на работу, скажут, не-не-не, мы эту работу делать не будем. Он напишет рапорта на нас, на каждого, и уйдет себе домой. И это прекратится. У него такие были надежды. Что сделают евреи? Да, мы сели, представьте, мы сели, попросили у него разрешения сварить чая, ну, сладкого чая, взяли конфетки, угостили его чайком, конфеток дали. Он такой смотрит, думает, подкупают евреи. Мы попили чая, помолились при нем. Он уже так, наверное, все-таки исполняют, все-таки, ну, в ролях, в ролях. Берем молотки, одеваем маски, нам еще дали маски, чтобы не летела эта вся. И начинаем бить этот камень. И знаете, что мы еще делали? Пели псалмы. Ближе мой Бог к себе, к тебе. Славьте Бога, славьте песнопениях. Аллилуйя, будь прославлен. И мы начали петь. Он так на нас посмотрел, думает, слетели. Реально, семь человек слетели. Идите, все. И он ушел где-то, потому что ему на похмелье, помню, было. Он такой, он все, и пошел где-то спать на батарее. Мы вышли, поработали всего три недели, вот три субботы. И начальник колонии сказал, о-о-о, ребята, все, я вас понял. Все, адвентисты, это адвентисты. Они адвентисты седьмого дня. И суббота, это седьмой день. Так, Бог. Освободили меня раньше времени. Ну, преступником я был очень жестким. И если я был на пожизненной дали 15, то я должен 15 отсиживать. Потому что я был организатором преступной группировки. И всегда эти люди, они, ну, как виновники, да, они сидят до последнего. Я еще и был очень жестким нарушителем. Вы же помните, куда я поехал. Бог меня спас, кстати. Меня не увезли ни на крытую, никуда. Бог не вложил. Бог вкладывал в мою голову трезвые мысли, которые я высказывал администрации. И они просто поражались. И говорили, все, окей, иди. Меня никуда не увезли. Все поражались. Почему Семена никуда не увезли? И Семен остался тем Семеном, которым был. Ну, как бы это поражало людей. Но, знаете, вот эта вот тенденция, что я не достоин освободиться раньше времени, по условно-досрочному освобождению, она насколько впилась мне в голову, что я даже с этим смирился. Я даже понимал, что я не могу раньше времени освободиться. Потому что я не достоин освободиться раньше времени. Меня и так перевели с пожизненного. А так еще и кто там будет смотреть на мое дело? Ну, и тем более я там нарушал закон уже в колонии постоянно. И я как-то иду. Ну, то, что закон Бог изменил, чтобы я мог расписаться с Леной, со своей женой. Это отдельная история тоже. Но у меня жена начала, уже жена когда? Она, Лена, начала меня подозревать в том, она мне даже так и говорила. Я поняла тебя. Ты не хочешь освобождаться. Тебе там хорошо. Потому что тут же проблемы, тут же я. Я поняла. Ты все это меня время разводил, что ты там верующий. А ты меня сейчас используешь. Сейчас это же твоя жена. Ты получил то, что хотел. А что там хочется мужчине? Я приезжаю к тебе. Ты проводишь очень классное время со мной. А сейчас я понимаю, что ты меня не любишь. Потому что если бы ты любил, ты бы стремился к условно-досрочному освобождению. Ты вообще ничего не делаешь. Вы можете себе представить, такое обвинение услышать? Я говорю, Лен, ну, Лена. Я говорю, ты что? Я говорю, ну, смотри. Господь сказал, если я отворю двери, никто не затворит. Если я затворю, никто не откроет. Я доверился Богу. Давай доверять Богу. На тот момент у нас очень конфликтная ситуация была. Еще и это наложилось. Мы чуть не разводились уже. Тут Бог благословил, мы расписались. А мы тут уже все. У нас уже такой был накаленные такие отношения. А я действительно поручил это Богу? Говорю, Господи, если... Нет, не поручил. Прошу прощения. Ситуация. Я же убежден, что я буду сидеть 15 лет. Я Лене говорю, Лена, ну, таких, как я, ублюдков не освобождают. Ну, я сколько сделал преступлений, я организатор, я главарь моей группировки. Мои освободятся раньше, мои подельники. Я нет. Пойми это. Она вроде бы успокоилась. Ну, да, ты же такой безбашенный преступник. Ну, наверное, ты имеешь как бы... Да, да, да. Ну, как-то она успокоилась, но все равно она мне предъявляла. Не, 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 я потом... Ты же верующий, как? Ты же такой, там, тебя все уважают. Как? Значит, ты там сам подговариваешь, чтобы тебя не освободили. Я уже просто был в шоке. И тут что происходит? Я когда прохожу там дежурная часть, и там сосредоточены все кабинеты, начальника и все остальное. Я как-то прохожу эту дежурную часть, и оттуда выходит парень, у которого тоже срока, как и у меня. Я говорю, Олег, а что ты тут делал? Говорит, как что? Я ходил на комиссию. Я говорю, на какую комиссию? Он по условно-досрочному освобождению. Ты что? Я говорю, с ума сошел. Сколько ты отсидел? Он, ну в смысле? У меня уже льгота первая, я надеюсь. Я говорю, ты что? Ты 15 лет. Сиди. Зачем ты ходишь, унижаешься? Тебе никто не отпустит. Это нереально. И он мне говорит следующее. Сем, ты что, больной? Говорит, как так? Если по закону у тебя есть процедура, если тебе администрация отказывает, ты можешь написать протест. Протест на прокурора. Если прокурор отказывает, ты пишешь на генпрокуратуру. У тебя есть этот инструмент. Как его не пройти? Ты отказываешься от этого инструмента? Он мне это сказал, а я услышал следующее. Бог усмотрел для меня это, а я отказываюсь? Ну, лажа, да? Я верующий человек, я себя приговорил до 15, ну, и я начинаю потом читать Писание, уже после этого. Если я затворю, никто не отворит, да? Если я отворю, аминь, все. Я иду на комиссию. Поразился начальник. Он думал, что я не приду. Типа, что ты пришел? Тебе же все равно откажут. Я говорю, ну, отказывайте. Но перед этим я позвонил своему брату. Я говорю, слушай, Ром, у меня же тут подходит условно-досрочное. Он, да, класс, так давай, что ты? У тебя там получается? Я говорю, ну, не получается. Я же, он говорит, подожди. Так а что нужно делать? Я говорю, ну, мне нужен адвокат, потому что я не умею писать протесты вот эти на решение. Мне нужен какой-то адвокат. Он говорит, все, у меня есть адвокат, я тебе дам номер телефона. Дает мне номер телефона. Я звоню по этому номеру, поднимает номер телефона адвокат. Я говорю, Ярик, привет, он, привет. Я говорю, с колонией он, угу. Что ты хотел? Я говорю, слушай, такая ситуация. Я говорю, мне нужен адвокат. Он, все. Я, говорит, я с удовольствием тебе помог. Я говорю, я даже хочу тебе помочь, но я вообще далекий от криминальной сферы. Вообще. Я, говорит, занимаюсь только хозяйственными судами. Для меня это, у меня совсем другой профиль. Все. Ром, ну ты знаешь, мне очень интересно. Ты хочешь? Я, вот мне, говорит, мне интересно, я хочу попробовать. Ты не против? Представьте, мне, говорит, человек, я хочу попробовать. Ну мне освобождаться надо. Он говорит, я хочу попробовать. И что мне, что вообще реакция какая бы была бы нормальная? Все, все, все. Я перезвоню Роме, может он другого адвоката даст. Я говорю, Ярик, все. Потому что я доверился Богу. Я говорю, Ярик, все. Ярик пресс-фитер. Вообще не. Я говорю, Ярик, окей. Он приезжает ко мне, мы заключаем с ним договора. Я говорю, Ярик, это же надо, ну, какие-то 400 гривен, потому что я смотрю в договоре, там 400 гривен. Говорит, все, это мое пожертвование. В смысле? Говорит, давай. Короче, я комиссию прохожу, мне отказывают. Начальник говорит, что ты сюда приперся? Ну, отказ тебе, я окей. Адвокат пишет протест, отправляет на прокуратуру. И тут коллапс. Письмо не доходит до прокуратуры. Письмо доходит до начальника управления колонии. Начальник управления колонии, бывший начальник колонии, где я отбываю наказание. У него со мной очень жесткий конфликт. И он в резолюцию свою пишет, отказать. Это письмо блуждает месяц или полтора после комиссии. И тут мне звонит Ярик и говорит, Сема, тебе отказали. Я говорю, окей, слава Богу. Он говорит, но я не согласен. Я уже думаю, веруешь ли это, брат, или нет. Но как бы, да, вот. Я не согласен. Я говорю, с чем ты не согласен? Он говорит, понимаешь, в чем штука? Что не прокурор тебе отказал, а письмо адресовалось прокуратуре, а отказала администрация. И говорит, я возмущен. И говорит, я хочу с этим письмом ехать в генеральную прокуратуру. Я у тебя прошу разрешения. Ребята, какая реакция должна быть? Какая реакция должна была быть? Окей, класс, едь, так или нет? В Киев, да? Что я сказал? А я сказал, нет, Ярик. Ярик, нет. Это неправильно. Он в смысле неправильно? Я говорю, ну вообще мы нарушаем поочередность. Ты должен инстанцию, наверное, все-таки выдержать ту, которая, ну куда адресовывалось письмо. Может, ты все-таки возьми письмо и поедь с этим письмом напрямую к прокурору. Расскажи ему историю и скажи прокурору, что ты едешь в генпрокуратуру. Я говорю, так будет. Он сидит и говорит, ты что? А я не подумал об этом. Ты правильно сказал. Я не должен нарушать. Все. Он берет это письмо. И едет в эту прокуратуру полтавскую. Рассказывает историю. А история в чем? Он говорит, что этот прокурор, новый прокурор, он только приехал в Полтаву. И он видит такие мутки и говорит, не, 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 никуда не надо ехать. Ну вы понимаете, что это прецедент относительно прокурора? Как такое может быть? Если он поедет в генпрокуратуру, этому прокурору придет вопрос, что ты там делаешь? Представляете? Он говорит, не, 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 не. Все, все, все. Успокойтесь. Мы тут решим. Я рассмотрю дело. Все решим. Друзья. Рассказываю вам. Были очень влиятельные и богатые люди сидели. Сидели депутаты из Киева. Сидели люди с Верховной Рады, у меня на отряде, который был в комитете по созданию нового уголовного кодекса Украины. И он сидел потом по новому уголовному кодексу. И сидел за нехорошее. Его обвинили в изнасиловании. Вот он сидел. То есть у этих людей влияние и деньги. Они не могли себе позволить оставить даже год от своего срока. Освободиться условно-досрочно за свои деньги и хотя бы оставить недосиженными год. Бог Семена освободил на три года и два месяца раньше. Я не заплатил ни копейки. Я просто доверился Богу. Я вам расскажу эпизод моего освобождения. Я сегодня освобождаюсь. Олежа, к примеру, со мной уже просидел десяточку. Мы с ним, вот мы родные. Помните, что мы родные? Ты же родной. Вот он сидел со мной десяточку. Мы видели сотни освобождающихся. Я вам хочу сказать. Люди, которые освобождаются, они освобождаются минимум с легкой жизофренией. Максимум с большой. На них страшно смотреть. Там есть даже такая вот пословица. Братан, у тебя гуси разлетелись. Как ты туда выйдешь? Ты же не соображаешь. Ты же тупишь. Очень здорово. Что ты творишь? Они какие-то вот, они знаете, вот чуть-чуть сошел с ума. Или нормально сошел с ума. А были такие, которые накручивали себе, что они завтра освобождаются. Просто вот нервно. Он идет к администрации на следующее утро. Администрация на него смотрит, а он одет и такой, как на освобождении. У меня сейчас в Полтаве этот Стас, он сейчас, кстати, в очень плохом состоянии, наркоман. Это на моем опыте. Он рядом живет со мной. И говорит, я сегодня освобождаюсь. Они говорят, с чего ты взял? Как с чего я взял? У меня срок подошел. Стас! Оу! Нет, я освобождаюсь. Окей. Посадили, повезли на больницу. Полечили, вернули. Вот такое освобождение. То есть, это один освобождался человек, который отсидел тоже много лет. Он освобождался, и от перенапряжения у него лопнуло сердце в конверте, где вот уже нужно было выходить. Насколько такое напряжение? И тут освобождается Сема. И приходит Олежа и говорит, Сема, ты меня дуришь. Я говорю, в смысле, Олежа? Это у меня Сережа был. И говорит, ну нельзя так, ну, ты либо сошел с ума, либо ты так себя накрутил, и ты обманываешь меня, ты никуда не освобождаешься. Ты так себя ведешь, как будто ты вот, ну, ты завтра сюда зайдешь. Ну, так нельзя, ну, что случилось у тебя? Я говорю, Сережа, я нормальный. Да ну, не ведут себя так освобождающийся. Ну, ты должен как-то, ну, ты спокоен. Ты вообще спокоен. Я еще и мало того, я своих братьев собрал, накормил мороженое. Это вообще запрет. Я договорился с начальником. Две коробки мороженого, и они сидели. Да, меня смотрели, кушали это мороженое. А Сема завтра освобождается. Это нереально. Три месяца спустя после комиссии. Для них это не укладывалось. Это, ну, это ненормально. Мой близкий, для него это ненормально. Хотя я ему говорю, я освобождаюсь. Я говорю, Олежа, ой, ну, Олежа, Серый. Я говорю, ты знаешь, я сейчас свободный, свободнее всех свободных. Не то, что здесь находящихся. Я говорю, ничего не поменяется. Меня Бог освободил, я сейчас уже свободный. Если я даже продолжу сидеть, я таким свободным и буду здесь. Ты понимаешь, я говорю, для меня забор, это не какая-то преграда. Я просто, это как если переехать с города в город. Я говорю, если бы ты сейчас переехал с одного города в другой город, если бы ты не сидел, с тобой бы что-то произошло, у тебя бы разлетались вот это, как ты говоришь, гуси? Ну, нет. Я говорю, с чего у меня должны разлететься? Я говорю, я не жил вот этим всем, ну, от этих же, я доверился Богу, Сережа. Меня Бог освобождает. Понимаешь, говорю, Он меня сделал свободным, свободным от этого всего. Я свободен, поистине свободен. И он такой, просто, говорит, это просто, для меня это просто. Я освободился спокойно. Меня все так смотрели. Они думали, что я сошел с ума, потому что я был насколько спокоен. Я вообще, я купил себе билет на поезд через Приват-24. Сидят там, вы можете себе представить? Я покупал билет, как вот ехал бы вот с Полтавы в Киев, я вот так вот. И у меня не было там, знаете, мандража. Я, ну, какой себе билет? Посмотрите, я купил себе билет. Вот, ты веришь, я купил себе билет? Нет, мне было такое. Я себе купил билет и себе молчал. Ну, купил билет себе, ну и что? Ну, купил себе билет. А когда рассказывал Сереже, я говорю, у меня же уже билет есть за поезд. Да ты что? Семен, какой билет? Ты умеешь покупать билеты? Понимаете? Меня когда сажали, я рассказывал, были телефоны Nokia. И то мы понтовались с этими телефонами. Потому что на них номера нельзя было раздавать, потому что входящие были платные. И дорогие такие, что просто. Если кто-то звонит, все. Я лучше приеду к тебе, поговорю. Зачем ты мне звонишь? И потом приезжаешь и говоришь, не надо мне звонить. Это для понтов, ты понимаешь? И там выходишь с этим кирпичом. Понимаете? А тут телефон. Я когда приехал, у меня мечта была. Думаю, хоть бы какой-то маленький телевизор, чтобы этих всех ублюдков не видеть. Извините меня. Где-то закрыться в наушнике, одеть. И хоть какой-то фильм посмотреть самому. Не сидите тогда. Знаете, там очень скверно смотреть телевизор. Там сколько комментариев. Ты просто не везешь этого всего. И хочется вот это уединение, где-то спрятаться, знаете. И думаю, хоть бы какой-то маленький такой телевизорчик. Вот было классно. Это для меня мечта была. Тут пять лет проходит. У меня смартфон там с виндовсом. Я помню первый. Я, кстати, в зоне научился виндовсом пользоваться через смартфон, на котором был виндовс. Я сейчас помню даже модель телефона. Samsung i710. Со стилусом. А потом я себе взял уже такой сенсорный. И я купил себе билет. Представляете? Ну, я был свободен. Я был свободен. Понимаете? У меня не было вот этого, знаете. Я как будто жил, но вот жил на свободе себе. Я был там свободен. И я об этом всем говорил. Мне никто не верил. Для Бога есть что-то невозможное. Для Бога нету ничего невозможного. И у меня все... У меня очень много опытов, друзья. Я не знаю, месяца не хватило бы просто. И у меня опыты очень простые такие. Но Бог действовал просто во славу Свою. Я Ему говорил и сейчас говорю. Господи, я хочу прославить Тебя. Ты это все открываешь не для меня. Я не буду это все прятать. Не буду это все... Я хочу делиться этим. И Бог меня благословил. Я сейчас проповедую в той же зоне, где я сидел. Я езжу туда каждую среду. Вот. И меня там администрация встречает как своего вообще. Я разговариваю с ними очень близко. Они меня уважают. Я их уважаю. Мы еще работаем с наркоманами. Мы проводим духовные часы в реабилитационном центре. Рекомендуем, и я рекомендую вам сейчас, это не реклама. Очень хороший центр. Аналогов нету в СНГ этому центру. Очень много процентов выздоравливающих. Основана на метод Мерлин Мюррей, американка, которая вывела из зависимости Майка Тайсона. Майк Тайсон написал о ней книгу. Руслан учился, я ее лично знаю. У меня есть фотографии с этим человеком. Вот. Основана вот это на методике Мерлин Мюррей. И этот центр не имеет аналогов. И очень большой процент выздоравливания. Очень много людей трезвые. И по 15 лет, по 10 лет. Руслан Ильченко, он уже 20 лет трезвый. Я трезвый, тоже 20 лет. Это Полтава, выход есть. Его пытались открывать здесь, в Киеве. В Сувите, да. Есть еще в Кривом Роге, тоже выход есть. Ганулич Виталий тоже, это духовный вдохновитель этого центра, спонсирует австралийцы. Так что, если есть вот такие вот проблемные ребята, люди, знакомые, друзья, рекомендуйте этот центр. Это действенный центр. Мы там проводим духовные часы. И я делюсь такими же опытами, с которыми я поделился с вами. Я благодарен Богу за эту возможность. Спасибо. Спасибо.